Анекдот. Жена готовит на кухне. Муж заходит, ну блин, опять курицу готовишь. У меня скоро перья вырастут. Она говорит, что тебе говянину приготовить, чтобы у тебя рога выросли. Так что готовим сегодня говядину. Нанимаем фарточек, чтобы не испачкаться. Будем готовить сегодня блюдо без троганов. Для этого нам понадобятся две луковицы, чесночок, сама говядина. Это шейная вырезка. Ее надо нарезать тоненькими ломтиками. Обычно отбивают, потом нарежают соломкой, обжаривают. Мы попробуем сегодня. Не будем отбивать. Сразу нарежем соломкой, обжаривают. По основной версии блюдо создал служивший у строганова французский повар. В другой версии строганов, как и многие гельможи, того времени, будучи весьма состоятельным человеком, держал в Одессе так называемый открытый стол, на котором мог зайти любой образованный и прилично одетый человек. Во-первых, в силу удобств приготовления выдержанного стандарта блюда. Во-вторых, для удобного деления. В-третьих, тоже время вкусное. Один из поваров-графа удачно объединил технологию французской кухни, обжаренного мяса и подачи его соусом. С приемами русской кухни. Соус подается не отдельно, а как русская подливка вместе с мясом. Блюда получила широчайшее распространение в мире. Пестроганов подают в самых различных заведениях. Вот так вот. Нарезаем. Так, часть мы нарезали. Складываем тарелочку. Вот, наверное, тарелочка маловая. И вяжем вторую часть. Вырезаем вот эти прожилки. Кстати, пестроганов считается одним из дешевых блюд, по крайней мере, советских времен. Потому что сейчас, например, та же говядина не обошлась в килограмм где-то в 12 евро. И то уже раньше говядина была дешевой. Но сейчас говядина, по крайней мере, у нас в Европе стоит денег. Так вот тоненько нарезаем ламптики. Вот так вот. Главное не по пальцам. Так, все. Мясо нарезали. Весь процесс я вам не стал показывать. Нужно. Нужно. Теперь засыпаем говядину двумя ложками муки. Для того, чтобы при обжарке сок оставался внутри мяса. Тогда оно будет нежное. Примерно две столовые ложки муки на килограмм говядины. Хорошенько перемешиваем. Вот так это выглядит. Видите? Еще немножко. Все. Вот так. Немножко порезался. Так. Разогреваем говарду. Наливаем. Наливаем масло. И начинаем потихоньку обжаривать говядину. Поджаривать говядину. Порциями. Нужно понять говядину будет оттуда. Нужно понять говядину будет оттуда. Помните говядину. Нарезаем говядину. Сок. Конечно, каждый не летает, как ему нравится. А я люблю мелко нарезать. Что наконец-то. Так. Хорошо. Так. Смотрим, чтобы сок не вышел. Нарезаем. И выкладываем. Будем обжаривать вторую порцию. Квадеру. Украшаюаю. Порцию. Порцаем. Бравильный. Подписываем. Обжариваем. Украшаем. Украшаем. Порцаем. Украшаем. Украшаем. А где вы? Перекрепленная говядина. Газ у нас обжаривается Продолжаем обжаривать Картошка уже так и тоже варится Будем делать пюре Теперь вот, ребята, такой небольшой казан Там его будем заводить до полной готовности Покупим 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 Готовишь, сразу помой, чтобы не копилось. Так, все, картошка у нас здесь сняла. Так, солим картошку. Добавляем замороженного укропа и добавляем заготовленного. Так, сюда и добавляем сковороду. Кидаем в лук. Обжариваем нючок, чтобы он стал болотистым. Так, что у нас там? Делаем картошку. Так, кстати, ножом сварилась картошка, сварила все элементы. Лучше не проверяйте. Ну, вообще, проверяйте всегда елкой. Потому что нож в горячей воде становится крутой. Снять картошку еще надо варить. Открываем, пусть варится. Так, все, лук довели до заводства цвета, поджарился. Теперь добавляем сюда мясо. Варится хорошенько. Варим. 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 Так, сюда же. Сюда же добавляем только чеснока. Варим. Варим. Прекрасная чеснока. Чесночная давилка. Очень, кстати, удобно. Варим чеснок на две части. И прокатываем, как котлом. Сюда. Ничего не остается. Все остается здесь. И вторую часть. Раз. Все. Здесь ничего не осталось. Красота. Вот он здесь. Внутри весь чеснок находится. Берем его в комплексе. Спасибо. Оп. Прежали. Добавили. Шикардо. Просто красота. И все. Сюда. И тщательно перемешиваем. Какой запах пошел. Запах чеснока. Да. Добавляем. Добавляем. Теперь. Сюда. томатовую пасту. Примерно готовь. Если килограмм мяса. Полторы. Столовую ложку. Добавляем. 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 Проверяем картошку. Что он с картошкой то делает. Так. Картошка у нас варилась. Ее можно выключать. И продолжаем все перемешивать. У меня сковорода оказалась слишком маленькая. Оставлю в казан. И доведу до полной готовности в казане. Сюда можно еще воды добавить. Чтобы оно потушилось. Ну где-то минут 20. А тем временем. Пока оно будет тушиться. Мы будем готовить пюре. По старому рецепту. Советскому старому рецепту. Как хотите. Парк. 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 Много рецепту. Парк. бестроганов тушится накрываем крышечкой и 20 минут примерно тушим сливаем картошку продолжаем делать пюре подлива у нас дошла уже выключили сейчас будем делать пюре благо 21 век у нас есть миксер добавляем вскипятили молока добавляем туда яйцо и сливочного масла и теперь это все взбиваем раньше я делал все ручной я помню мне даже понравилось было давилка примерно такая только чуть побольше бы долговато и вот ей мы давили сейчас гораздо проще это все взбиваем вот так вот и потом включаем пюре вовнутрь положим вот так будет выглядеть наша красота так и теперь мы зовем главного дегустатора того что что я сотворил надеюсь понравится это три часа колдовалка только как это выглядит мама дорогая попробовать сейчас будет в животе ураган это пор хулиган да старался пюре оно и вакуриторое нет или оно какое-то когда не доверяю больным врачам и худым поварам стиль береря 0 глян to руб и и igmar или е